Добрый вечер! Сегодня мы рассмотрим озеро Аквикон. Посмотрим на нем фарм. Мне достаточно это озеро больше нравится, чем Эмиральд по фарму, потому что тут на форелях они достаточно и живые, позволяют посоревноваться. Ну и затраченное время на фарм можно больше за это время пофармить. Заходим на суровое очарование природы. График выбираем сначала, просто я уже отловил, начало графика. Видите, к трем часам, получается я два с половиной часа игровых ловил, у меня уже 25 килограмм было с ловлено. Когда мы заходим, мы сразу идем сюда примерно и кидаем в направлении кирпичей, камней. Также можно кидать вот эту бухточку, делать проводку. Мне больше начинается кидать сюда. И делаем проводку на ступенькой на третьей скорости. Третья-вторая скорость через яму. Тут по центру есть небольшая яма. Примерно 200 проводок будет клёв. Спеша все спокойно делаем проводку ступенечкой. Вот у нас клюнуло. Как-то очень быстро выпало. Эта реконская, она небольшая, но тоже тут клюет. Раскинем еще разок. Тут достаточно сейчас попадаются трофейные экземпляры. Потом я покажу как что. Садокс. Сразу почти клюет. Это второй заброс. И сопротивляется, не дает сидеть на месте. Поставляет не моментально вытащить ее, а немножко усердствовать. Это скорее всего, наверное, трофейный экземпляр попался. Далеко утянулся сходом. Сейчас дотянем, посмотрим. Садокс. Садокс. Не хочется она поддаваться. И таких вытаскивали. Вот уже чуть-чуть подустал. Идет нам навстречу. Достали. Трофейный экземпляр попался. Мало выпускает, потому что у нас места нет. А также можно отгибать в этом направлении. Как я говорил. Тут чуть-чуть хуже клев, но тоже он есть. Также ступенькой по дну не спеша. Дай ему опуститься. Наши плесни. И клюнула. Тоже что крупненькое. Можешь чередовать. Один запрос влево, один вправо делать. Для разнообразия. Леси долго садокс не клюет. Кидать на другую сторону. Ослабила леску. Чуть не сорвалась. Творель любит часто срываться. Идти навстречу. Ослаблять леску и потом срываться. Нет, это кумжа. Попалась. Тоже она достаточно небольшая. Кумжа может до трех килограмм быть тут. В этом направлении краски она может ловиться. Также кидают в этом направлении. Тоже тут будет идти более часто кумжа. Ну и если не словят в этой протяжке, то тут уже будет идти форель. Если нравится ловить удочкой, а не спиннингом, то кидать в эту локацию плавочную снасть. Тоже будет клевать достаточно неплохо форель. Что у нас по ловле. То есть получается вот садок на 25 килограмм. Ну там 26 получилось я выловил. Вышло 8900. По времени, повторюсь, это было два с половиной игровых часа. За них было пять трофейных вариантов. И другие. Ориконская. Даже один бас приплыл. Ловилось все на валу и спид 260. С катушкой винка с 2500. Которые доступны почти сразу в начале. Да, на них как бы не быстро, но достаточно неплохо тоже фармится. Использовать можно блесну золотую. Блесну голубую голографическую. Опал цвет. И серебристую. На все эти четыре блесны будет неплохо идти. Также можно использовать джек головки. И твистер с выбор хвостом. Но на блесну идет немножко лучше. Спасибо за внимание. Удачной вам палки. Удачной. 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 Продолжение следует...